привет всем друзья возобновляем наши уроки можете сказать спасибо моему сыну который заставил меня их снимать вот и с чего мы начнем мы начнем самого главного вопроса с чего бы начать не смеши меня с чего начать рисовать я вам искренне рекомендую начать рисовать с того чтобы начать копировать чужие работы да да вы можете этого не стесняться не стыдиться и не слушать тех кто вам говорит что копировать других художников это вообще треш не имеет ничего своего нужно придумывать иметь свои идеи это конечно все хорошо и тот кто сходу придумывает свои идеи он это умеет делать потому что у него за плечами огромное количество опыта а если у вас этого опыта нет вы не знаете не техник живописи не принципов рисования то что-то придумать с нуля очень-очень трудно то есть ничто не берется ниоткуда никуда не девается все очень просто и для того чтобы что-то придумать свое нужно накопить этот опыт и для того чтобы накопить нет ничего лучше чтобы что срисовывать берете интернет google instagram ищите акварели которые вам нравятся и срисовываете еще один пункт немаловажный начинайте с простого всегда вы смотрите на картины которые более сложные то есть более сложная картина на бросается в глаза она вам нравится гораздо больше чем какая-то простенькая картинка и вы смотря на нее думаете вот я хочу вот так нарисовать но чем сложнее картина тем как бы дольше и сложнее нарисуется и соответственно найдите картинки самые простые где есть там две краски два штриха три мазка и начинайте с них когда они у вас начнут получаться супер круто вы можете переходить на более более сложные то есть путь от простого к сложному это самый верный путь когда вы начинаете что-то делать поэтому мы вот такой вот городской пейзаж не будем сегодня брать если вы захотите напишите мне в комментариях и мы порисуем его позже и выберем картинку которая попроще вот такую вот картинку зимний пейзаж с домиком деревом и еще пока не будем рисовать красками потому что сейчас я хочу объяснять как срисовывать потому что есть принципы срисовывания и эти принципы тоже ну как базовые есть базовые законы рисунка и живописи академических которые гласят что начинать рисовать нужно от общего к частному от большого к маленькому и самая большая ошибка которую делают новички которые видя на картинке дерево и домик начинают рисовать с домика прорисовав ему все окошечки а потом оказывается что домик стоит не на своем месте гораздо больше чем на оригинале и небо уже не помещается деревья стоят не на том месте и композиция вся распалась потому что когда вы берете работы других художников они уже хорошо закомпонованы мы будем считать что вы берете работы хороших художников хорошо сбалансированы по цвету то есть этот художник знал световедение и чтобы получилась работа такая же хорошая как у художника который ее рисовал нужно ее скопировать перерисовать и принцип от большого большого к маленькому от общего к частному очень прост вы выявляете самые большие зоны предметы объекты на вашем листе и пытаетесь сначала их закомпоновать на своем листе вот какие здесь две самые большие зоны на этой картине те кто догадался респект те кто не знает подсказываю это небо и земля все очень просто и нужно понять сколько здесь земли и сколько здесь небо если у вас глазомер хороший вы можете сразу увидеть что там допустим это одна треть раз-два или почти одна треть это хорошо но если у вас глазомер не развиты вы только новичок только хотите научиться рисовать то линии построения вспомогательные линии это ваше все какие вспомогательные линии вам могут помочь найти пропорцию этого листа это если вы разделите лист ровно пополам по горизонтали и ровно пополам по вертикали и если вы берете лист пропорционально такой же да этот у меня чуть меньше но пропорция его примерно такая же то вы делите этот лист пополам по горизонтали и пополам по вертикали этих линий не существует на картине эти линии вспомогательные то есть чертить их с нажимом не нужно потому что вам их нужно будет потом удалять окей и дальше смотрим насколько ниже середины у нас линия горизонта вы можете вот так вот приложить палец и я вижу что у меня вот как бы ровно на толщину моего большого пальца ниже вы можете мерить карандашом можете даже пользоваться линейкой пока вы учитесь нет ничего стыдного можете использовать линейку если вам легче у некоторых математический склад ума вот и отмерять карандашом сколько примерно вот так вот дальше что мы видим на этой картинке на этой картинке есть такая же немножко другая срисованная опять-таки с моими учениками мы видим что у нас линия горизонта она неровная то есть у нее есть пригорки у этих сугробов впадинки пригорки да и мы рисуем эту линию неровно то есть такой ложбиночкой здесь бугорочек небольшой прогибчик еще бугорочек и важно понять характер этой линии то есть не делать сильно резко вниз и вверх веселые горки вы видите глазом что линия достаточно плавная постарайтесь передать ее характер плавный да чтоб не получилось гора чтоб получились сугробы дальше мы разделили напополам и видим что в правой части этой картины у нас деревья мы их намечаем что значит намечаем не рисуем мы их не прорисовываем потому что если вы сейчас начнете прорисовывать все веточки у этого дерева она окажется не на своем месте или не того размера вам придется стирать все это потраченное время и очень жалко как бы проделанную работу вы намечаете место расположения этого дерева вот таким вот облачком то есть примерно вот в этой зоне у вас будут ветки и вы визуально видите где она у вас находится что у нас есть еще на этой картинке у нас есть домик и мы видим что он находится в левой части нашего листа на этой картинке он у меня немножко правее на другой немножко левее вы смотрите иногда лучше смотреть на свою собственную композицию и допустим здесь мне хочется его расположить в как бы внизу сугроба до в ложбинке и поэтому я его переместила чуть-чуть в эту сторону если вы срисовываете досконально то вы можете посмотреть и переделать эту линию дело в том что две работы немножко разные давайте я буду ориентироваться только на эту чтобы и вас не путать на этой работе горка слева и она сразу переходит в ложбинку вот и у нас вот эта вот линия нам не нужна мы ее можем спокойно стереть и на этой картинке в левой части листа мы можем еще разделить на две части уже левую часть листа еще одна вспомогательная линия который не существует на картине нам она будет помогать и посмотреть что этот домик находится еще левее середины левой части листа и делаем такое маленькое облачко где стоит этот домик и смотрим на этой картинке я облачко разместила выше сугроба а на этой картинке домик как бы стоит чуть ниже этой линии и было бы обидно если бы я начала рисовать прям сразу домик и потом это увидела именно поэтому делаются вот эти вот облачные такие вот зарисовки место расположения этого домика и после того как я это заметила я это облачко перемещаю чуть ниже окей это линия нам тоже не нужно стираем ее что еще у нас есть за объекты на этой картине такая вот условная дорожка который не очень видно она начинается слева от дерева и тоже видите я поставила вот такие вот зарубочки засесть засе чечки чечечки и смотрю правильно ли я заложила пропорции этой дороги но если мы померим сколько должна быть ширина вот этой вот дорожки в конце пути так скажем примерно она равна домику мы это померили и окей согласились с этим дальше смотрим куда у нас эта дорожка уходит то есть вы можете 1 1 линии вниз провести а характер дороги совсем другой она у вас будет сильно под наклоном вам ее нужно положить на плоскость до этих всех сугробов которые здесь потом будут и вы смотрите куда дорожка уходит вот она уходит вот сюда если я здесь поставлю засеть засечку вот она вот здесь будет и где она допустим относительно домика она относительно домика напротив левой его стены вот здесь я опускаю условно линию которые не существуют опять-таки наша линия построения делаю засечку на листе вот здесь и куда уходит вот это вот дорожка она уходит если я вот от этой линии то есть вам нужны эти засечки для того чтобы у вас были какие-то точки отсчета которым бы вы могли глазом примиряться да она уходит вот как бы немножечко между наверное этими двумя линиями не прям вот сюда а чуть чуть ближе вот сюда вот вот сделали засечки вы теперь понимаете что плавную линию нужно вести вот сюда и ваша дорожка более хорошо ложится в ландшафт так легче перерисовывать нужно тоже грамотно даже самые простые картинки вы все объекты меряйте относительно друг друга да и сейчас глядя на лист я вижу что деревья чуть ниже да когда у меня вот эти вот все объекты условно расположены еще не нарисованы они только расположены в листе это мы ищем композицию и композицию делаем максимально похоже на то что мы срисовываем вот и по высоте по высоте этих деревьев на мне хочется сделать их чуть чуть пониже то есть все-таки больше неба вот здесь вот небо получилось совсем мало а там небо немножечко побольше то есть стоит деревья сделать чуть чуть ниже опять-таки если по их прорисовали большую часть бы пришлось стирать и теперь вы можете найдя все эти объекты в листе начать их прорисовывать до смотреть какая толщина какой характер линии что ветки сначала внизу штрихи вот эти вот линии более толстые так как у основания дерева более толстая что разветвление идет не очень такое вот широкая веточки небольшой изгиб имеет но не ветвистое дерево в разные стороны они не сильно ветвятся с небольшим изгибом вот и что кверху они более тонкими становятся прорисовываем деревья которые уже у нас закомпонованы и нам не нужно будет все это перерисовывать нам нужно будет только стереть наши вспомогательные линии построения все готово домик домик очень простой на самом деле на этой картинке он из двух частей фронтальную часть и боковая часть и на этой картинке очень простой рисунок он может быть даже не очень правильный с точки зрения прям архитектуры до перспективы и всех этих вещей но он простой для того чтобы его повторить опять-таки вот в этом месте у нас есть две зоны вот это вот оранжевенькая вот это и если условно разделить пополам то она примерно посередине мы можем этот кружочек разделить пополам и соответственно вот здесь вот у нас будет фронтальная часть которая состоит из прямоугольничка и треугольничка сверху все очень просто как самых простых детских рисунках и боковая часть которая тоже домик такой маленький такой простой и далеко стоит что тут никаких перспективных сокращений практически нету и пририсовываем еще один прямоугольничек сбоку и теперь пририсовываем крышу то есть у нас вот здесь вот фигура которая называется как параллелограмм наверное вот такая вот получается вот наш домик то и здесь четыре фигуры первую мы рисуем вторую третью и четвертую вот и весь наш домик потом мы пририсуем трубу потом мы пририсуем два окошка то есть видите детали самые маленькие я рисую в самом самом конце вот и дверь вот здесь вот что у нас здесь еще у нас здесь еще есть такие пенечки не пенечки был заборчик колышки остались колышки вот хорошее русское слово колышки мы их тоже должны закомпоновать в листе здесь конечно перспектива уже есть и она заключается в том что колышек который на переднем плане он самый высокий и самый толстый но они такие немножечко к собаки и потому что это старый очень заборчик в деревню в лесу в сибири и последующие колышки они будут короче то есть они вот стоят на окраине дороги вам эта линия видна они будут короче и тоньше каждый последующий колышек он будет тоньше и короче тоньше и короче тоньше и короче предыдущего вот такая вот простая перспективная зависимость тоньше и короче тоньше и короче короче и тоньше вот и считаете наша картина нарисована теперь нужно ее раскрасить красками смотрите следующий урок как мы это будем делать если вам понравилось пишите в комментариях пишите также о чем снять видео подписывайтесь на канал ставьте лайки и начинайте с простых вещей и помните простые правила от большого к маленькому от общего к частному и не будете срисовать вспомогательные линии которые потом сотрете вот такой вот предварительный рисунок всем пока до новых встреч а